Ну что ж, мне выпала честь выступать сегодня заключительным. Скажите, поднимите руки, кто уже устал совсем? Так, а кто не устал тогда? Так, отлично, держите руки, я вас пересчитаю сейчас. Ага, отлично, спасибо. Итак, всем привет, меня зовут Дмитрий, я работаю в компании Ingram Micro, занимаюсь фронт-энд разработкой. Дмитрий, сегодня я хочу поговорить про внедрение сервер-сайт рендеринга в приложение, которое уже написано на реакте. Поскольку мне тут недавно выпала такая честь погрузиться во все это, и, собственно, конечно же, на эту тему уже написано много статей, ни один доклад был прочитан, но поскольку я погрузился, я решил все-таки поделиться некоторым своим опытом, поскольку я выяснил, что очень много статей уже, на мой взгляд, устарели, а другая большая часть не дает какой-то общей информации о том, с чем же предстоит столкнуться. Я не буду вдаваться сегодня в такие вопросы, как зачем это нужно или что можно использовать вместо этого. Я попробую вам рассказать, с чем вам все-таки именно предстоит столкнуться, то есть немножко сконцентрировать внимание на более практической части. Итак, начнем. Также еще один дисклеймер. Поскольку у нас у всех разный опыт, наверное, кто-то сталкивался с этой проблемой, кто-то нет, то я начну рассказывать совсем сначала, и именно с той точки, что у нас уже есть некоторое приложение, оно уже отлично работает на клиенте. У нашего приложения, конечно же, написано React, собирается с помощью веб-пака. У приложения есть как статический, так и динамический роутинг, который осуществляется через React роутер версии 4. Конечно же, на многих роутах, которые динамически, нам нужно подгружать данные. А также у нас на каждом документе, на каждом роуте свое значение тега head. Вероятно, даже есть код сплитинг. Скорее всего, он есть. И вот, значит, у нас в приложении есть, конечно же, одна точка входа. Всполняется она через React render. Ну, все как стандартно. И вот, значит, приходит вам такая задача. Вы или тот, кто ставит вам задачи, понимаете, что вам нужно внедрить сервер-сайт-рендеринг. Ну, первое, с чем мы сталкиваемся и что мы делаем, это начинаем гуглить. Мы находим кучу этих статей. Мы заглядываем, скорее всего, также в документацию по React. В документации мы замечаем уже несколько методов, которые нам позволяют сделать сервер-сайт-рендеринг. То есть, ну, например, мы возьмем самый, наверное, исторический. Это render-to-string, который на вход принимает корневой компонент. Вот, а на выходе уже дает строку с нашим отрендеренным приложением. Но здесь есть один нюанс. Эта функция должна подключаться уже на сервере. И на вход мы должны отдавать также приложение, которое также надо сначала подключить на сервере. Наше приложение пока работает только на клиенте. То есть нам надо его, конечно же, собрать таким образом, чтобы мы могли его подключить тоже на сервере. Другими словами, нам нужно сделать несколько вещей. Конечно же, в первую очередь поправить конфиг веб-пака. И, собственно, добавить некоторую вторую точку входа в приложение. Сама по себе функция render-to-string уже является второй точкой. Нам просто нужно куда-то ее поместить. Отлично. Начинаем сначала. Чтобы подключить наше приложение на стороне сервера, его нужно собрать, например, под ноду. Другими словами, мы добавляем еще одну конфигурацию веб-пак. И теперь у нас приложение собирается и как для браузера, и так для сервера. Разница между этими конфигурациями только в трех значениях. Это target, это entry, в который мы отдаем новый файлик, через который будет входить веб-пак. И указываем тип модуля, который веб-пак должен нам отдать на выходе. Следующим шагом мы добавляем вторую точку входа. Собственно, в ней мы подключаем нашу функцию. Мы для удобства туда, например, выносим некоторые HTML-шаблон, который наш сервер будет отдавать при первом запросе. Собственно, и помещаем уже результат вызова функции renderToString в наш шаблон. Здесь один важный момент. Мы подключаем уже в саму ноду уже собранное наше приложение. То есть многие статьи, на которые я натыкался, они советуют транспайлить сразу сервер. То есть с экспрессом и так далее. Сам нодовский сервер тоже веб-паком и уже потом запускать его, как он есть. Не знаю. Я не считаю, что это очень какой-то сейчас уже оправданный. То есть я не вижу смысла, зачем нам. Надо поддерживать отлично последние стандарты Кмонскрипса и там очень много классных фишек. И мне кажется, это очень излишним. Поэтому я считаю, что можно подключать уже собранный наш бандл. Кроме того, таким образом у нас остается вся логика нашего приложения немножко изолированной. Ну хорошо. Вот примерно на этом моменте заканчивается больше половины статей, посвященных серверс-сайт-рендерингу. И как бы можно, конечно, немножко попробовать порадоваться, но не все так хорошо. У нас много функций в нашем приложении. И в данный момент у нас на сервере не работает ни роутинг, у нас не подгружаются данные, у нас ничего нормального почти не отрисовывается. У нас одинаковый хэд для разных роутов. То есть для поисковиков мы не представляем никакой полезной информации. Мы не интересны. Ну хорошо. Начинаем разбираться. В качестве роутера мы используем React-роутер. Нам здесь повезло. Ребята предоставляют некоторый компонент, который мы можем добавить в серверную точку входа. Называется static-роутер. Отдать ему пару параметров. И, грубо говоря, роутинг у нас на этом заработает. Заработают роуты, которые статические, у которых есть некоторые статические данные, которым нам не нужно ничего подгружать. Ну хорошо. С первой задачей мы более справились. Все почти по документации. Ничего придумывать особо не надо. Со второй проблемой у нас немножко сложнее. Наши данные должны, перед тем, как отдаваться на рендер, они должны подгрузиться. Чтобы не плодить дополнительных вещей или как-то делать какие-то раздвоения, где хранится эта логика, та же самая документация по реактору-роутеру, она советует вынести всю важную и необходимую информацию в отдельный файл, который называется, например, roads.js, который мы можем подключать уже как в клиенте, так и на сервере. Плюсом, наверное, один из плюсов этого метода, так же, что мы можем в этот файл добавить метод, который будет инкапсулировать в себе всю необходимую логику для загрузки роута, для загрузки данных для конкретного роута. Окей, вот здесь, к примеру, это функция loadData. Дальше начинаются небольшие сложности. Поскольку мы находимся на сервере, мы должны будем немножко поработать с самим роутером. То есть мы должны вытащить нашу нужную нам функцию для загрузки данных немножко раньше и уже потом ее отдать в приложение. Ну хорошо. Для поиска нужного роута у нас ReactRouter предоставляет функцию matchpass. Мы в самом начале, кстати, подключаем все наши роуты. Мы ищем наш роут. Находим нужную функцию. Затем мы ее вызываем. Дожидаемся, когда придут данные. И наши данные нужно передать в само приложение. Здесь есть нюанс. Наше приложение придется научить работать с предварительно загруженными данными. Если вы используете Redux или MobX, то в целом они вам очень сильно помогут в данный момент. Поскольку мы загруженные данные можем отдать непосредственно в Redux Store и соединить его с приложением. И в принципе проблема будет решена. Если мы этого не используем, то тогда наше приложение нужно будет обучить работать с предварительно загруженными данными. Здесь, конечно, много веселости обнаруживается. Также вторым моментом нам уже предварительно загруженные данные нужно будет отдать на клиент. Это нужно для того, чтобы когда React стартовал, он смог подцепить все, что уже есть, и продолжить работу, не запрашивая заново эти данные и не подгружая. Ну хорошо. В качестве примера мы можем передать эти данные в рамках глобальной переменной preloaded data. Один из способов. На клиенте мы должны эти данные считать, также отдать в наше приложение, и тогда наше приложение подцепит текущее состояние и продолжит работать. Здесь есть один момент, на который можно обратить. Начиная с 16-го React у нас появляется функция git rate. До 16-го можно было использовать обычный рендер. В 16-м ребята из React немножко добавили какой-то логики дополнительной и нескольких фичек для использования сервер-сайт рендеринга. Поэтому я настоятельно рекомендую поменять, потому что в 17-м уже React, если мы будем использовать сервер-сайт рендеринг и не изменим функцию git rate, то приложение будет валиться с ошибкой. Окей. Считаем, что со второй проблемой мы справились. Данные подгружаются. Роутинг работает. У нас не работает еще. У нас всегда одинаковый хэд. Для того, чтобы у нас менялся хэд, мы используем React Helmet. Окей. Штука довольно удобная и простая. Все, что находится внутри компонента Helmet, оно сразу подставляется в хэд документа, и у нас меняется хэд при каждом роуте. Также штука очень полезная и спасает нас на сервере. Уже после того, как приложение отрисовалось, мы можем вызвать функцию render static, и эта функция вернет в синее наше текущее состояние хэда, которое мы можем отдать в шаблон. В результате после запроса на браузер, после запроса на конкретный роут, мы отдаем уже валидный хэд. Ну хорошо, вроде с третьей проблемой справились. Зададимся вопросом, все ли на этом. Я отвечу на него вот так. Ну почти. Наше приложение может быть очень большое. У нас очень много может быть зависимости роутов. И, конечно же, появляется необходимость этот код посплитить. То есть для каждого роута подгружать только нужные куски кода, которые помогают нам в отрисовке конкретно этого роута. Если бы наше приложение работало только на клиенте, то, в принципе, делать кодсплитинг никаких проблем сейчас нет. Берем динамический импорт и вебпак сделает свое дело. Никакой премудрости не надо. Но с сервером сложнее. Вот примерно такие действия нужно выполнить, чтобы организовать кодсплитинг на стороне сервера. Нам по-прежнему нужен динамический импорт. Нам нужно понимать на стороне сервера, какие куски кода у нас должны работать для конкретного роута. Нам их нужно как-то выцепить, соединить, потом передать обратно на клиент, и чтобы опять же перед стартом реакта он смог подцепить текущее состояние. У него все эти куски должны быть загружены. А еще все это надо как-то соединить с загрузкой данных одновременно. А знаете, что самое противное во всем вот этом? Нам документация не поможет. У нас вебпак вообще молчит про то, как это делать на стороне сервера. А ребята из React Road примерно вот так нам отвечают. Они попробовали и зафейлились. Если кто не очень хорошо с английским, то вкратце здесь написано, что они попробовали, зафейлились и желают нам удачи и хорошего настроения. Когда я прочитал вот это, у меня была примерно вот такая вот реакция. Нам можно сказать немножко повезло. Мы живем в конце 2017 года. И где-то летом этого года появился один замечательный компонент, который нам очень сильно может упростить жизнь. Этот компонент направлен в первую очередь, конечно, на упрощение работы с кодсплитингом, но в паре со вторым он нас спасает на стороне сервера. Собственно, второй компонент вебпак Flash Chunks, он делает, прости, всю необходимую, нужную работу на сервере и нам очень сильно упрощает жизнь. Хорошо. Нам по-прежнему нужен динамический импорт. Мы можем подключить его в файлике roads, указав, что мы добавляем новый метод, загрузи компонент. Там вызываем load import. Затем нам придется поправить немножко приложение, обернуть, где мы можем подключить функцию universal, ну, как здесь она называется так, отдать ей тот метод, который загружает наш компонент, также отдать ей, что нужно показывать, пока этот кусок кода грузится и что показывать, если что-то пошло не так. Все довольно просто. На стороне сервера чуть-чуть сложнее, но все тоже очень довольно хорошо. Нам нужно подключить две функции с почти одинаковым названием. Это Flash Chunks и Flash Chunk Names. Уже после того, как у нас на сервере произошла отрисовка приложения, мы вызываем первую функцию Flash Chunk Names. Она возвращает нам необходимую информацию о тех кусках кода, которые отработали. Затем мы скармливаем эту информацию следующей функцией и также мы ей отдаем некоторую информацию о сборке нашего проекта, некоторой статы вебпака, о том, как у нас собрался проект, чтобы понять, какие файлы нам нужно подгружать. Собственно, отдаем им всем нужную информацию. Они возвращают нам уже готовые строчки, которые мы можем отдать наш темплит. И после этого клиент отдадутся все нужные файлы и React сможет нормально стартануть. Снова зададимся вопросом. Все ли на этом? Я отвечу так, вот как здесь написано, на сегодня это да, но вообще еще стоит здесь много не совсем решенных, не совсем покрытых проблем. Это, например, как со всем этим добром отлаживаться, как поступать с локализацией и так далее. Но, видимо, об этом уже немножко в другой раз. В конце я, наверное, еще раз повторюсь о всех компонентах, которые помогали мне в реализации этой проблемы, в решении этой проблемы. Это, конечно, React роутер, React helmet и два компонента, которые помогли с кодсплитингом. И совсем в заключении уже опять немножко про меня. Специально для этого доклада я написал примерно демо-приложение, откуда брал все куски кода. Можете посмотреть у меня в репозитории на GitHub. Ну что ж, всем спасибо. На этом, пожалуй, все.